Всем привет! Короче, я тут недавно обзавелся VR-шлемом, потому что уже давно хотел себе такой, но они всегда были ужасно дорогими, и чтобы позволить себе такой, пришлось бы как минимум продать почку. Но время не стоит на месте, прогресс движется вперед, и вот уже сейчас, буквально за 22 тысячи рублей, можно взять себе шлем Oculus Quest 2, который, между прочим, ничем особо не уступает дорогущим шлемам за 100-200 тысяч рублей. И у него типа качественная картинка, прямо с него без компа можно играть в VR-игры, и при желании даже к ПК он подключается очень просто, причем без проводов. В общем, как вы уже поняли, штука топовая. И да, конечно же, в первую очередь, лично я взял его для VR-игр, которых за это время вышло очень много, и ни в одной из которых я не играл. Но я хочу сказать, что VR-шлем может использоваться далеко не только для развлечений. Так, недавно я наткнулся на статью в интернете, где говорилось про программиста, который программирует VR сразу на пяти мониторах, но при этом в реальности у него всего один моник. И он еще там говорил, что это очень удобно и комфортно, и что он так работает каждый день. Я же в это не поверил, думаю, как и вы, потому что все шлема, которые я раньше надевал в парках или VR-клубах, выдавали довольно мутную картинку. И мне показалось, что это какой-то пиар-ход. И что на самом деле это бред, потому что VR сейчас чисто технически не способен выдать достаточно четкую картинку, чтобы в нем еще и программировать. Да и к тому же, вряд ли с тостером на голове получится долго просидеть не уставая. Примерно как-то так можно охарактеризовать мое мнение на этот счет до того, как у меня у самого появился VR-шлем. И короче, давайте я вам прямо сейчас покажу и расскажу, как я сам сегодня больше часа просидел в этом VR-окружении среди пяти мониторов, исправляя баг в нашем телеграм-боте, написанном на Python. И при этом, типа на одном Монике у меня был открыт пайчаром, на другом админка Хироку, на третьем мониторе я открыл консоль, на четвертом логи Пейпертейл, а на пятом у меня был открыт телеграм-чатик. А сам я находился вообще где-то в домике в горах, на фоне слышался звук камина и горящих бревен, а за окном шел снег. И вам, возможно, будет в это сложно поверить, но будучи в VR-шлеме, мозг обманывается и думает, что вы реально там находитесь. Поэтому создается ощущение, что вы не дома, а реально где-то там в заснеженных горах, и это дико приятно. Но обо всем по порядку. Все это удовольствие позволяет перенести в VR программка под названием Immersed. Хотя существуют и другие подобные программы, но именно это показалось мне наиболее простой и удобной, и к тому же про нее говорилось в статье. Вы ее устанавливаете на шлеме и на компьютере, а затем создаете между устройствами так называемую пару при помощи специального кода. И как бы с этого момента все просто начинает работать. Прога автоматом подтягивает все ваши существующие мониторы и выставляет их в виртуальном окружении точно так же, как и в настоящем. А при желании вы можете добавить еще и виртуальные мониторы. И насколько я понял, пока что их можно создать только до пяти штук. Ну и их еще тут можно настраивать как вам угодно. Их тут для этого можно перемещать, закруглять, менять размеры, поворачивать и присоединять друг к другу. И тут же при желании можно изменить и виртуальное окружение. То есть будет ли вокруг вас черная пустота, офис, горы, леса или что-то в таком духе. Лично я уже поставил, как сказал, заснеженные горы и как по мне это выглядит круто. И вот сижу я такой, наблюдаю как валит снежок за окном и думаю, а почему бы не поработать? Тем более, что я тут уже под себя настроил целых пять мониторов. Смотрите, как круто это выглядит. И на самом деле, трудно передать словами, насколько иммерсивно данное погружение. То есть, как я уже сказал, мозг перестает понимать, что это просто виртуальная реальность. И начинает воспринимать ее как реальную. И именно об этом тоже писалось в той статье. Там один чел говорил, что использует VR, чтобы создать для себя вокруг окружение офиса, фактически находясь дома. Типа, ему так легче и лучше работалось. Кстати говоря, точно так же у Камина, а хоть и виртуального, но с реальной чашечкой кофе в руках, уже 3-4 декабря лично я собираюсь на онлайн конференцию ЯТОКС. И вы тоже можете к ней присоединиться, так как это совершенно бесплатно. И Яндекс приглашает всех желающих на пару дней оторваться от написания кода и осмыслить, как много мы сделали за последнее время и сколько еще впереди интересного. Ведь IT это по сути наш новый космос, в котором программисты, различные стартапы и все представители нашей сферы так или иначе создают и меняют реальность. И это типа действительно так, потому что сейчас такое время, что информационные технологии окружают нас повсюду. Короче, дабы не отнимать ваше время, в первый день там пройдет припати с IT-стендапом и шоу, на котором ребята поделятся чем-то интересным из своего айтишного опыта, проведут кулинарный мастер-класс, поиграют музыку и многое другое. Ну а 4 декабря пройдет уже основная программа, разбитая на 6 основных тем. Это фронтенд и бэкэнд разработка, мобильная разработка, машинное обучение, IT-лайфстайл и один специальный трек по управлению продуктом. Там будут обсуждаться тренды, как программисту стать миллионером, где и как прогонять UI-тесты и целая куча других не менее интересных тем. И, кстати, будет более 80 спикеров. В общем, на ЯТОКС будет круто. Переходи по ссылке в описании и регистрируйся прямо сейчас. Ну а чтобы было честно, я решил не просто потыкать это виртуальное окружение для теста, а реально попробовать тут что-то запрограммировать и поработать с надетым на голове шлемом. Потому что поначалу может показаться, что это очень мешает и вообще глаза быстро устанут. На самом же деле есть большая разница между тем, когда ты пробуешь VR где-то в клубе и когда он есть лично у тебя дома. Во втором случае ты как минимум больше с ним играешься, а значит быстрее привыкаешь. К тому же лично я еще узнал свое межзрачковое расстояние, и оно у меня оказалось на расстоянии 67 миллиметров. В результате чего я смог дополнительно настроить шлем и получить еще более чистую и качественную картинку. Ну а голова и шея устают от шлема только в двух случаях. А именно первое время, когда ты еще не привык, либо если ты надеваешь шлем неправильно. Все. Так что проблем с тем, что голова и глаза устают, на самом деле нет. Ну или по крайней мере это лично мой опыт. А вот как будет у вас, я уже не знаю. Могу лишь порекомендовать вам измерить свое межзрачковое расстояние или же IPD. И если оно у вас не 58, не 63 и не 68, плюс-минус допускается погрешность в 1-2 миллиметра, то тогда конкретно шлем Oculus Quest 2 может вызвать у вас неудобства в плане того, что глаза будут быстро уставать. Короче, как-то так. Ну а я тем временем решил не меньше часика посидеть и попрограммировать в Emerset VR. Для этого я выбрал задачу исправления небольшого бага в нашем телеграм-боте. И сразу скажу, картинка довольно четкая. Все виднеется без каких-либо проблем и даже мелкий код. Единственное, к этому нужно дополнительно привыкнуть, плюс по-любому остается небольшой эффект хроматической аберрации. Но в общем и целом, я без каких-либо проблем целый час так программировал и исправил небольшой баг в боте. А затем отсюда же задеплоил его на сервер Heroku через GitHub-репозиторий и даже чекнул логи через PaperTail, которые вывел на экран сверху. Ну и за это время у меня типа не устали глаза, у меня не устала голова и шея, и я даже не вспотел и не почувствовал никакого дискомфорта. То есть я хочу сказать, что в целом я могу поверить, что люди используют данный способ на ежедневной основе. Особенно те, у кого всего один монитор. Но вот лично у меня и так в реале подключено три монитора к компьютеру, а при желании я могу сюда еще и телек подрубить. Так что лично для меня количество мониторов это не критично, у меня их и так дохрена. Но вот что мне реально понравилось больше всего, так это перенос в какую-то другую обстановку. То есть ты надеваешь шлем и оказываешься, как я в данном случае, в домике в заснеженных горах. И на самом деле перестаешь ощущать, что ты дома. Тебя перестают отвлекать какие-то домашние проблемы и дела, перестают волновать, что тебя сейчас кто-то позовет или отвлечет, так как ты дома. Да и вообще, Immerset позволяет подключиться в онлайн-сессию и в одной комнате программировать сразу с двумя-тремя друзьями. И вот это уже реально офигенно. Ну и в общем, как-то так. Технология определенно интересная и уже реализована в такой степени, что ей можно пользоваться. А вот стоит ли ради этого брать шлем, или все же лучше потратиться на 2-3 дополнительных монитора, это уже решать лично вам. Тут довольно много факторов, и если хотите, пишите в комментариях свои вопросы, я постараюсь на них ответить. В остальном же, я жду ваши царские лайки. Конечно же, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик уведомлений, так мои выпуски хоть иногда, да будут появляться у вас на главной ютуба. Удачи! И всегда помните, не стоит бояться новых технологий, ведь они могут вас сильно порадовать и удивить.